Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Владимир Фёдорович, Инсан, Татьяна Юрьевна. Спасибо большое за возможность представить своё видение эволюции лекарственной терапии, в частности, системной терапии HER2-позитивного рака молочной железы. Конфликт интересов отсутствует, и я прошу запустить голосование. Клинический случай, пациентка 50 лет, рак молочной железы, клинический Т2Н1М0, пациентки эстрогены, прогестероны положительной, HER2-позитивный рак молочной железы, проведена неодевантная терапия, 4 цикла антроциклинсодержащих химиотерапии, 12 введений по клетоксилу в комбинации с тростозумабом, выполнена операция, и у нас определяется резидуальная опухоль, в которой сохраняется гормонопозитивность, но HER2-статус становится отрицательным. И вопрос, собственно, который выносится на обсуждение, это одевантная системная терапия, которая будет вами выбрана. Это продолжение таргетной терапии препаратом тростозума, плюс одевантная эндокринотерапия, это одевантная эндокринотерапия, это одевантная таргетная терапия препаратом ТДМ1, плюс одевантная эндокринотерапия. Я напоминаю, что мы говорим о пациентах с HER2 отрицательным статусом в резидуальной опухоли. И если можно запустить, пожалуйста, голосование, и как только оно закончится, давайте посмотрим на результаты. Нет, это следующий слайд. Ну что, нужно признать, что мнение в зале разошлось, и у нас есть две лидирующие группы, это одевантная эндокринотерапия без таргетной терапии, и почти сопоставимая по численности группа наших докторов, которые назначат терапию ТДМ1 с одевантной эндокринотерапией. Ну вот почти сравнялись на самом деле. И продолжение таргетной терапии тростозума с одевантной эндокринотерапией, это небольшое число докторов, 14%. То есть мнение разошлось, наверное, есть о чем поговорить, собственно, ради этого мы здесь с вами и встретились. И так говоря, пациентов с HER2-позитивным раком, нужно, конечно же, отметить, что данный биологический потип имеет крайне негативный прогноз. И до появления таргетной терапии все наши усилия, к сожалению, носили очень, ну скажем так, непродолжительный характер, и все это заканчивалось печально. Применение же таргетной терапии именно у этой группы больных значительно улучшило как безрецидивную выживаемость, так и общую выживаемость. И в сегодняшний день эффективность назначения таргетной терапии в одевантном, в неодевантном, в метастатическом, при лечении метастатических форм не вызывает никаких сомнений. И существующие рекомендации, которые представлены на данном слайде, они, в общем-то, лишний раз подтверждают целесообразность назначения таргетной терапии при HER2-позитивных пациентов, начиная со стадии фактически Т1, БН0 и выше. Мы говорим о том, что таргетная терапия в том или ином сочетании является стандартным лечением. Говоря о лечении HER2-позитивного рака молочной железы, мне кажется, целесообразным разобрать три основополагающих момента. Это неодевантное лечение, одевантное лечение и терапия метастатического заболевания. Итак, если мы говорим о целях проведения неодевантной терапии, она представлена на данном слайде. И помимо привычного нам снижения объема хирургического вмешательства, как ни странно, сегодня на первое место выходит идентификация пациентов для эскалации, либо для деэскалации лечения. То есть сам метод, который мы проводим в неодевантном лечении, показывает нам не только прогноз заболевания в дальнейшем, но и определяет во многом тактику заболевания, которая будет проводиться после выполнения хирургического этапа. Исследование НААХ, хорошо вам известно, в котором принимал участие наше учреждение под руководством Владимира Федоровича, однозначно определяет целесообразность таргетной терапии у ХР2-позитивных больных раком молочной железы. Повышение частоты полных патоморфологических ответов на 21% – это исследование, которое публикуется очень давно, и действительно является краеугольным камнем в неодевантном лечении больных ХР2-позитивным раком молочной железы. Но на сегодняшний день надо признать, что двойная блокада является тем стандартом, который применяется у больных ХР2-позитивным раком молочной железы в неодевантных режимах. Исследование, которое представлено на данном слайде, однозначно демонстрирует, что двойная блокада применения тростозумаба с пертозумабом в сочетании с химиотерапией дают наилучшие результаты для достижения полного патоморфологического регресса. А приори мы подразумеваем, что полный патоморфологический регресс – это лучшие результаты общей безрецидивной выживаемости. И стандарты, которые существуют в нашей стране на сегодняшний день, говорят о том, что двойная блокада назначается у пациентов в стадии категории «больше, чем Т2» или с наличием клинических подтвержденных, лучше подтвержденных с помощью верификации то или иное пораженных лимфатических узлов. То есть добавление двойной блокады – это уже не вызывает вопрос. Какие вопросы остаются в неодевантном режиме? Первый вопрос, который остается, – это добавление антрациклина в двойной блокаде. Насколько целесообразно применение и антрациклиновой химиотерапии, которая входит в стандартные схемы, и антрациклины достаточно широко распространены. Но надо признать, что увеличение частоты полных патоморфологических регрессов у пациентов гормон независимым ракомолочной железы при ХР2-позитивном статусе, мы всего лишь получаем 5%+. Таким образом, целесообразность антрациклинов остается, но поклонение антрациклинам, наверное, это уже вчерашний день, и можно обсуждать те или иные режимы без применения антрациклиновых схем. Еще очень-очень интересный вопрос – это применение следующего поколения сочетания таргетных препаратов с химиотерапией. В частности, препарат ТДМ-1, о котором уже сегодня говорилось, и я еще раз буду его упоминать в других режимах, насколько целесообразно его применение в неодеванте. На самом деле, в неодевантном режиме препарат ТДМ, к сожалению, не продемонстрировал значимого улучшения результатов достижения полных патоморфологических регрессов. И поэтому на сегодняшний день применение данного препарата в неодевантной схеме, наверное, не совсем целесообразно. Нужно отдать должное этому препарату в других схемах. Мы об этом немножечко с вами поговорим. Еще очень важный вопрос. Но если уж мы так много уделяем внимания HER2-рецепторам, а целесообразно ли вообще назначение химиотерапии у данной категории больных? Действительно, существует некоторое количество исследований, которые демонстрируют, что двойная блокада без химиотерапевтического агента дает достижение полных патоморфологических регрессов в группе так называемых инрич-больных обогащенных рецепторов HER2 или истинных HER2-рецепторов до 45%. Эти цифры очень неплохие, но на сегодняшний день в стандарты лечения двойная блокада без химиотерапии не входит как таковая. Поэтому я позволил себе выразить свое мнение. Неодевантная терапия HER2-позитивного рака молочной железы это показания для проведения неодевантной терапии размер опухоли более 2 см или поражения региональных лимфатических узлов и показания для проведения двойной таргетной анти-HER2-блокады это размер опухоли узла 2 см или поражения региональных лимфатических узлов. Возможные режимы неодевантной терапии представлены на данном слайде И я считаю, что мы можем использовать антрациклиновые схемы, но в то же время абсолютно также можно использовать безантрациклиновые схемы. Токсаны плюс карбоплотин, тростозумаб с перпотозумабом, безусловно, имеют место на существование, и они дают очень неплохие результаты. Следующий очень интересный вопрос ХЕР-2 блокады при адювантной терапии. И когда мы говорим об адювантной терапии, то на сегодняшний день мы должны говорить, мне кажется, о двух аспектах. Первый аспект – это пациенты, которые не подвергались неадювантному воздействию. И таких пациентов остается достаточно много. Несмотря на то, что мы говорим о том, что неадювантное воздействие ХЕР-2 позитивных пациентов – это стандарт, огромное количество больных в наших диспансерах, учреждениях, которые занимаются лечением данной патологии, не получают неадювантного лечения. И после хирургического вмешательства пациенты попадают на мультидисциплинарную комиссию, и решается вопрос о том, какое лечение нужно назначить. В данном случае мы обсуждаем две опции двойной блокады. Это присоединение лопотениба, которое не продемонстрировало никаким образом улучшение показателей выживаемости. И двойная блокада, которая много обсуждается и часто демонстрируется, результаты исследования Affinity. Результаты исследования Affinity, которые показывают, что действительно двойная блокада дает некоторые улучшения в показателях общей и безрецидивной выживаемости. И максимальные цифры представлены у тех пациентов, которые изначально имеют плохой прогноз. Поражение лимфатических узлов, отрицательный статус гормональных рецепторов дает дельту в 3,2%. То есть не признать, что двойная блокада лучше невозможно. Но нужно понимать в том, что блокада HER2 рецепторов даже одним препаратом дает очень неплохие результаты общей безрецидивной выживаемости. Поэтому, конечно же, двойная блокада лучше, но назначать ее повсеместно и всем пациентам, наверное, не совсем целесообразно. И чуть ниже я покажу свое видение этого процесса. Опять-таки, безантрациклиновые схемы. Действительно ли можно применять безантрациклиновые схемы в адевантном режиме? Да, действительно, на сегодняшний день, еще раз скажу, мы поклоняемся антрациклинам. Но на самом деле, безантрациклиновые схемы имеют также место на существование. Назначение токсанов с тростозумабом в адевантном режиме дает очень неплохие результаты. В некоторых исследованиях общая безрецидивная выживаемость, 7-летняя выживаемость достигает больше, чем 93%. Еще одна опция, которая, к сожалению, не поддерживается в нашей стране, этот препарат не входит в список ГРЛС и жизненно необходимых важных средств, лекарственных средств, это препарат нейротениб, который очень широко распространен в мире, мы о нем много слышим, но на сегодняшний день это нестандартное лечение. У нас в арсенале этот препарат отсутствует, поэтому я себе позволю на нем много не останавливаться. Вторая часть наших пациентов, которые подвергались адевантному воздействию с помощью двойной блокады или с помощью одной блокады и химиотерапии. И мы получаем пациентов с резидуальной опухолью. Что делать с этой резидуальной опухолью? Да, полный патоморфологический регресс – это цель наших всех воздействий, но, к сожалению, не все пациенты достигают полного патоморфологического регресса, и от этого напрямую зависят показатели общей безрецидивной выживаемости. Мы опять возвращаемся к препарату ТДМ, исследованию Катрин, которая на сегодняшний день продемонстрировала очень неплохие результаты по безрецидивной выживаемости у больных с резидуальной опухолью. Поэтому, если мы говорим о препарате ТДМ, он включен у нас, одобрен, конечно же, как и FDA, так он и применяется в нашей стране, и одно из показаний – это лечение резидуальной опухоли у HER2-позитивных пациентов. Поэтому, если позволите мнение автора о дювантной терапии HER2-позитивного рака молочной железы – это первичные больные, которые не подвергались неодювантному воздействию, у которых первой была операция. Мне кажется, что надо рассмотреть несколько возможных опций, включая двойную блокаду у пациентов с неблагоприятным прогнозом с категорией N2 и отрицательным гормональным статусом, когда мы к химиотерапии присоединяем двойную блокаду, и противоположная ситуация, когда опухоль небольшого размера, без поражения лимфатических узлов, где мы можем ограничиться только применением токсана, в частности, допустим, поклитоксела, и препарата тростозумаба на режиме до года. И вторая категория больных, которые подвергались на дювантной таргетной терапии, будь то двойная блокада или будь то блокада только тростозумабом, конечно же, с химиотерапией. И здесь мы можем говорить о том, что при полном регрессии опухоли мы продолжаем таргетную терапию при наличии резидуальной опухоли, а дювантная терапия препаратом ТД. И вот здесь встает тот самый вопрос, а что делать, когда у нас меняется биологический портрет опухоли, и изначально это была опухоль хер-позитивная, а после операции она старается хер-негативной. На самом деле здесь тоже не все однозначно, и можно сказать, что молекулярно-генетический подтип хер-2-позитивного рака молочной железы очень сильно отличается. И когда мы говорим о хер-2-позитивных пациентах, это не всегда пациенты, которые отреагируют на таргетную терапию в том числе. Нужно, наверное, обсуждать так называемый хер-2-инрич, молекулярно-генетический подтип, который представлен всего в 50 случаях хер-2-позитивного рака молочной железы. То есть сам по себе хер-2-позитивный рак молочной железы уже неоднороден и имеет совершенно различные характеристики. И как следствие происходит изменение подтипа хер-2-позитивного рака молочной железы на фоне на иодивантной терапии. И если изначально описывается порядка 41% случаев, когда хер-2-позитивная опухоль, то после проведенного лечения большая часть резидуальных опухолей представлена люминальным апотипом. Но встает вопрос, являются ли эти опухолевые клетки в действительно люминальном А-раком молочной железе, те, которые поменяли свой статус в отношении хер-2-рецепторов. Была опубликована в этом году великолепная работа, с моей точки зрения, которая демонстрирует потрясающие результаты, когда происходит возвращение молекулярно-генетических характеристик опухоли в отсутствие хер-2-терапии. Резидуальная опухоль, имеющая отрицательный статус хер-2-рецепторов, через 72 часа становится хер-2-позитивной, если не продолжать таргетную терапию по данным этого исследования. Хер-2-рецепторы напоминают возродившегося феникса, который встает из пепла, и эти рецепторы появляются вновь. И непроведение таргетной терапии в адюванте становится крайне опасным для наших пациентов. Возможные причины резистентности опухоли к терапии, привычное уже давно обсуждаемое так называемое замещение чувствительных терапии клонов на резистентные, но и воскрешение в кавычках опухолевых клонов в отсутствии таргетной терапии, это тоже проблема, с которой мы сталкиваемся. Поэтому неназначение таргетной терапии у резидуальной опухоли, не имеющей хер-2-рецептор, это достаточно интересная и спорная история. Терапия метастатического заболевания рака молочной железы, я себе позволю буквально несколько слайдов для того, чтобы определить возможные линии лечения. Первая линия терапии хер-2-позитивного рака молочной железы, это таргетная терапия, желательно двойная блокада в комбинации с химиотерапией. И нужно сказать, что химиотерапия в наших реалиях представлена в основном токсанами, хотя в западных стандартах очень часто употребляется винарельбин для первой линии пациентов с хер-2-позитивным раком молочной железы. И следующая линия терапии, это, конечно же, препарат ТДМ1, который сегодня утвержден именно в рекомендациях для второй линии при прогрессировании на первой линии. Последующие линии терапии на сегодняшний день также собой представляют сочетание таргетной терапии вплоть до применения тростозумаба, сохранения тростозумаба на второй-третьей линии, что оговаривается современными стандартами, с применением различных химиотерапевтических агентов при диагностике прогрессирования заболевания. Очень важный момент, на котором очень редко останавливаются, это таргетная терапия с комбинацией с эндокринной терапией. У нас априори считают, что ХЕР-2 рецептор – это крайне агрессивный опухоль, который требует назначения химиотерапии. Это совсем не так или, скажем, не совсем так. И на сегодняшний день таргетная терапия с комбинацией с эндокринотерапией может стать терапией резерва в случае противопоказания химиотерапии у пациентов с длительным безрецидивным периодом и минимальным объемом распространения опухолевого процесса. В настоящее время идут достаточно серьезные исследования сравнений гормонотерапии и химиотерапии при наличии блокады ХЕР-2 рецепторов. Ну и заканчивая свое сообщение, я возвращаюсь к тому голосованию, которое было изначально. Мы говорим о пациентах с резидуальной опухолью после проведенной терапии тростезумабом и поклитокселом и с измененным статусом ХЕР-2 рецепторов. Какая же одевантная системная терапия должна быть назначена, возможные варианты, которые представлены на данном слайде, ну и, соответственно, голосование, которое хотелось бы увидеть. Интересно, как мы можем быстро менять свое мнение. Какие-то 10 минут и все. Спасибо. Продолжение следует...